Народ, привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот умная лампочка. Называется она Гаусс. Возможно, конечно, неправильно произношу название, но пусть будет Гаусс. Мощность у нее 10 Вт. Цоколь Е27. Гарантия 2 года. Куплена она была в магазине Leroy Merlin за, по-моему, 950 рублей. Затягивать не буду, поэтому давайте вскроем коробку и посмотрим, что у нас там за лампочка. Такая интересная лампа. Коробка уже вся порвана. Вот такая вот лампочка. Сделана в Китае, что неудивительно. Дальше у нас на самом дне лежит инструкция. Почитаем ее позже, а пока что в сторону. Сейчас нам нужно разобраться, какое приложение скачать, чтобы управлять данной лампой. Но я полагаю, что это приложение называется WIZ. И, скорее всего, где-то должен быть штрих-код. Точнее, QR-код. Вот он, QR-код. Сейчас мы его отсканируем, скачаем приложение, установим. И будем разбираться, на что способна данная лампа. Погнали! Приложение я скачал. Также вкрутил лампу в светильник. Поэтому давайте включать. Сейчас зайдем в приложение. И будем пытаться включить данную лампу. Ну что, приложение WIZ скачано. Заходим в него. Я уже подсоединился к нашей лампочке. Делать это очень просто. Вводите пароль вашего Wi-Fi. Включаете и выключаете лампу на вашем светильнике. И нажимаете соединиться. И у вас происходит автоматическое соединение с лампой. Все очень просто. Там инструкции есть. Буквально одна минута. И подключитесь, разберетесь во всем. Так, я подключился. У меня на данный момент дневной свет. Сюда можно нажать. У нас тут огромный выбор всяких разных режимов. Есть теплый белый свет. Дневной свет, который у меня на данный момент. Холодный белый. Ночник. Уют. Медитация. Кино. Свечи. И так далее, и так далее. Сейчас мы почти каждый режим посмотрим, как будет выглядеть. Я вам покажу, как это примерно будет светить. Так, ну начнем просто теплый белый. Включил я теплый белый свет. Ниже есть два ползунка. Один меняет температуру света. Видите, да? Меняются значения. Нижний ползунок меняет у нас яркость. То есть так максимально, так тускло. Сейчас мы сделаем, чтобы был теплый белый. Вот так. Давайте посмотрим, как он выглядит на светильнике. Вот так вот выглядит теплый белый свет. Кстати, забыл сказать, что ниже ползунков еще есть три кнопки. Это включение, ночник и выключить свет совсем. Если нажать ночник, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так вот выглядит ночник. Так, режим холодный белый. Выглядит вот так вот. Режим уют выглядит вот таким вот образом. Режим настоящие цвета. Кстати говоря, плюс-минус. Они выглядят одинаково. Все вот эти режимы, которые сверху. Режим кино. Выглядит довольно интересно. Хороший цвет. А вот режим свечи. Задумка интересная. Свет становится то ярче, то тускнеет. В общем, забавно. А вот режим камин. Уже более интересно. Меняет цвета. Периодически. Довольно-таки неплохой режим. Это у нас режим осень. Особо чем-то он не отличается от... выше, который я включал. Поэтому ничего особенного. Представляю вам режим романтика. Ну, неплохо, честно говоря, неплохо. А вот вам режим вечеринка. Честно говоря, прикольный режим. И еще можно менять скорость переключения света. Медленнее или быстрее и так далее. Мне нравится. Это у нас режим весна. Я некоторые режимы пропускаю, так как они плюс-минус одинаковые. И ничего интересного. Так у нас выглядит лето. Ничего особенного. Кто хочет в джунгли, пожалуйста. Режим джунгли. Просто зелененький свет. А это у нас режим мохито. Тоже меняет цвета. С какой-то непонятной скоростью. В общем, есть на что посмотреть. Это у нас режим океан. Вроде как ничего не меняется. А, нет, вроде что-то прибавилось. Да, то он ярче, то тускнеет. Это режим переменная яркость. Тут ничего особенного. Просто лампочка играет яркостью. То ниже, то выше. Ну и предпоследний режим. Это Новый год. Пожалуйста. Режим меняет цвета. Зеленый, красный. Красный, зеленый. И все по ходу. Да. Два цвета. Но если гирлянда сгорела, то можно зажечь. А это у нас режим Хэллоуин. Но что-то тут интересного, ничего нет. Да, просто горит один цвет. И ничего особенного. Все. Все цвета закончились. Все режимы я перепробовал. Если какие-то режимы я не пробовал, значит они дублируются. Плюс-минус одинаковые, неинтересные. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, какие еще есть функции или опции в этом приложении. Лично я выделил для себя несколько режимов, которые можно воспользоваться. Поэтому погнали. Вот расписание, например. Тут можно выставить время, гостиную, туалет, ванную и так далее. Выбрать режим, и он будет включаться в той или иной промежуток времени. Поэтому пользоваться можно. Дальше. Здесь у нас энергопотребление. Видим, сколько у нас тратится электроэнергии. В общем, графики, статистика можно смотреть, наблюдать, экономить. Так, дальше. Что у нас тут есть? Комнаты. Изменить порядок. Видимо, тут выстраиваешь какой-то определенный порядок, если у тебя во многих комнатах есть данные лампочки. Едем дальше. Лампы. Гостиная лампа. 60 свет. Тут тоже какой-то определенный порядок можно выстроить и этим пользоваться. Дальше. Аксессуары. Аксессуаров у нас больше нет. Уведомления. Настройки. Поддержка. Ну, все, собственно говоря. Больше ничего тут такого интересного нет. Выберем дом. Это наш главный экран. Кстати, вот ползунок скорости цвета. То есть, делаешь черепашку, он медленно переливается в другой цвет. Делаешь зайца. Все это происходит намного быстрее. Ну, это, соответственно, тускло, ярко. Так, еще что могу добавить. Кстати, тут можно добавлять второго пользователя. Как это сделать? Сейчас вам объясню. Начну с того, что к данной лампочке нельзя подключиться двумя смартфонами. Точнее, можно. Но есть определенные инструкции и хитрость. То есть, если вы подключились к лампе и второй будет также пытаться таким же методом пытаться подключиться к этой же лампе, ничего из этого не выйдет. Второй смартфон просто не увидит эту лампочку. Ну, или наоборот, лампочка не увидит этот смартфон. Поэтому, что вам нужно? Видите, у меня сверху, где мой дом, ниже написано пользователь такой-то, плюс гость 50. То есть, вы коннектите один смартфон к данной лампе после в настройках добавляйте гостя, нажимаете добавить гостя, у вас высвечивается код цифрами и этот гость, который хочет также управлять этой лампой, вбивает этот код цифры и все. Он также законнектился с этой лампой и пользуется, управляет ей как хочет. Так же, как и вы, собственно говоря. Вот и все. Все просто. В целом, лампочка хорошая, приложение тоже нормальное, все работает, ничего не глючит, не лагает. В этом проблем я не обнаружил. Поэтому, если вы присматривались либо присматриваетесь к данной лампе, то без проблем можете покупать и пользоваться. Работает она отлично.